здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана 24 апреля была очень холодная сегодняшняя ночь покажу как прошел сегодняшний день расскажу ближайшие прогнозы расскажу про заморозки ну и покажу что происходит в это время на наши виноградники сегодняшней ночью был заморозок с утра шел снег даже видите на теневой части теплицы немножечко еще остались его следы и вот где-то через час после нашего приезда пошел снег вот он виден на траве вот он виден на укрытии мы как говорится ощущаем себя абсолютно спокойно потому что мы ничего не раскрывали ну и стоит ли рано раскрывать либо все-таки обратить внимание на прогноз погоды под роликом где я рассказывала когда мы планируем снимать укрытие с виноградником в этом сезоне были ехидные комментарии что ха-ха-ха что вы до июня будете держать ну те кто раскрыл раньше теперь их закрывали обратно да мы как говорится спим спокойно отдыхаем пьем чаек потому что все еще укрыто и нам не надо ни о чем волноваться ни о снеге ни о заморозке ну вот тепличка слышно как стучит снег по поликарбонату вот так он ложится на крышу а здесь тепло и хорошо даже камера запотевает при заходе с улицы и задавали вопросы будем ли мы укрывать от заморозка в чем-то в теплице нет теплица минус 4 точно удерживает в прошлом году вот там в углу возле форточки у нас чуть-чуть при ночи минус 4 подмерзли самые крайние побеги но вот там форточка она была открыта сейчас все закрыто можно еще немножечко пролить водичкой помочь и поднять влажность и вообще будет хорошо ну вот смотрите сейчас температура 18 градусов вполне себе хорошая температура а когда уходят точки и появляется солнышко тогда вообще все классно температура поднимается еще выше а солнышко периодически таки проглядывает ну вот смотрите я вам показывала вот эти почки все неделю назад как видите мало они тронулись в рост до тронулись да все живое все хорошее но еще виноград не спешит то есть он тоже чувствует все вот эти погоды все эти неблагоприятные условия и к счастью для нас не спешит развиваться с другой стороны тоже только 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 почечки такие проглядывают зелененькие сегодняшний день клонится к закату но мы с вами немножко посмотрим что же у нас под укрытиями вот этого красавца я вам уже показывала здесь конечно вовсю почки уже двинулись в рост но под укрытием у тебя вполне прекрасно чувствует это укрытие мы используем уже не первый год и есть видеоролик двухлетней давности когда мы открывали виноград с побегами уже в районе 10-15 сантиметров причем открывали в очень солнечный очень жаркий день ничего не погорело поэтому я уже знаю я уверена в этом укрытии понимаю что во первых мне удобно то есть я вот так оставила и виноград будет защищен при этом то что почка там чуть больше вырастет ничего страшного в конце концов даже при подвязке лучше обломать несколько побегов чем потерять все если их прихватит мороз тут соседний кустик здесь почка тронулась чуть меньше но тоже тронулась в рост причем что интересно смотрите приблизительно на том же уровне как и в теплице следующий кустик малыш тоже почку тронулась в рост вот смотрите кусочек лос открылась здесь едвига галюнаса и она практически еще спит чуть-чуть почка конечно пушится вот но еще такая небольшая с одной стороны это хорошо смотрите как показывает теплица за неделю почки не сильно там и подросли то есть все-таки полежит еще под укрытием нормально будет открывать такую лозу с другой стороны даже небольшой минус вот такую почку уже прихватит смотрим в при стеночке тоже видите только-только почечки начинают трогаться по моему мнению оставить лозы под укрытием было верным решением они у нас сильно не перерастут не настолько сейчас тепло днем почва тоже холодная в теплице я вам показала насколько за неделю продвинулся рост то есть рост небольшой и подвязать такую такие лозы потом не составит большого труда с одной стороны с другой стороны нам не надо сейчас бегать и думать о том как спасаться от этих самых возвратных заморозков мы можем себе спокойно отдыхать греться где-нибудь в тепленьком местечке у камина знаю что наши лозы под надежной защитой тоже согреты вот этими самыми одеялками на эту ночь у нас прогнозируется по моему где-то с 11 из 12 часов ночи уже отрицательные температуры начиная с минус 1 до минус 3 ближе к рассвету при том что у нас не далеко в лесу болотца то есть у нас температура могут быть и ниже но мы спокойны потому что все еще укрыто и снимать укрытие мы планируем тогда когда становится нормальная погода исчезнет опасность возвратных заморозков будем надеяться что это случится довольно скоро но я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и контакты до новых встреч